Но возникает и следующий вопрос. Когда же все-таки начали формироваться первые каноны Священного Писания? Когда же все-таки появились списки, где было бы сказано, что вот такие-то книги принадлежат к Новому Завету, ну и, соответственно, другие, все остальные книги не принадлежат. Помните, мы с вами говорили о том, что одним из стимулов, одним из факторов становления канона был фактор миссионерский. Собственно говоря, ранние каноны — это и есть переводы, ранние переводы Священного Писания. Например, уже во II веке был сделан перевод на сирийский язык, древнесирийский перевод Священного Писания. И интересно, что, переводя Новый Завет, перевели они практически все, кроме буквально нескольких книг. Запомните пока, какие это книги, потому что это нам еще пригодится. Кроме II послания Петра, II и III послания Иоанна, и послания Иуды, и откровения Иоанна Богослова. А все остальное было уже переведено. Что это означает? Это значит, что переводчики во II веке имели доступ ко всем этим текстам, представляли себе, понимали, что все эти тексты священны, что все эти тексты достойны того, чтобы их переводить. Также был сделан старолатинский перевод, перевод на латинский язык того времени. И опять-таки переводилось все, кроме буквально нескольких посланий. Не было переведено послание к евреям, послание Иакова, первое и второе послание Петра. Я уже говорил вам о еретическом каноне Марциона, который не признавала и ранняя церковь, и в те времена. Но обратите, пожалуйста, внимание о том, что большая часть того, что мы с вами называем каноном сегодняшним, вошла уже туда. То есть разговоры о том, что вот в 300 каком-то году, после того, как император Константин стал христианом, стали решать вопрос о каноне. И вот тогда, собственно, кто-то сидел, голосовал, что принять, что не принять. И вот эти злыдние отцы церкви решали вопрос о том, какие там им секты ущемить, какие им секты не ущемлять. Понимаете, это разговоры на самом деле пустые. Потому что, помните, мы с вами вчера тоже говорили о различии между существованием канона и признанием канона. Вот каноны, похожие, очень похожие на то, что мы с вами знаем сегодня, существовали уже тогда. Да, были определенные различия. Каких-то книг не хватало в канонах. Но, в общем-то, антиканоны практически повторяют то, что мы знаем сегодня. Так называемый мураториев канон или канон муратори. Это рукопись, принадлежащая к 170-180 годам. Интересно, что вот этот канон был идентичен старо-латинскому. То есть, там было перечисление книг, священных книг. То есть, видите, уже во II веке встал вопрос, какие книги священные, какие книги не священные, какие богодухновенные, какие небогодухновенные. Вот эти вопросы решались. Прежде чем пойдем дальше, есть смысл задуматься еще вот о чем. Оппоненты христианства говорят, ну вот смотрите, ведь реально какие-то документы, касающиеся официального признания канона, появляются только в IV веке. Вот почему так поздно? Если канон существовал и раньше, то почему общецерковные документы, провозглашающие этот канон, появляются только в IV веке? Те же они были во II и III веках. Ответ на этот вопрос, на самом деле, совершенно очевиден. Нужно только вспомнить, что, во-первых, церковь во II и III веках была очень разрознена. И на протяжении большой части этого времени христиане подвергались преследованиям. Вот не было возможности разослать указ по всей Римской империи, который предписывал бы тот или иной канон. По этой причине на протяжении долгого времени существовали региональные каноны. Церковь была разрознена. В одних местах признавали одно, в других местах признавали другое. А у церкви была другая задача. Задача церкви заключалась в том, чтобы просто выжить. И при этом еще и расти, укрепляться. Да, для этого нужно было определить, какие книги будут священными, в частности, чтобы противостоять ересям. Для этого нужно было определить, что именно вдохновил Бог, а что Бог не вдохновлял. Но какими-то законодательными инициативами заниматься было просто невозможно. Представьте себе, без конкретных примеров, представьте себе государство, даже в современном мире государство, у которого огромное количество внутренних проблем. Где-то идет война, где-то бедность, где-то людям не платят зарплату. Даже если в это время попытаться проводить какие-то законодательные инициативы, то, скорее всего, эти инициативы задохнутся. Потому что государство разрознено, потому что централизации еще нет, потому что каждый на своем месте, царь и король, сам себе царь, сам себе король, каждый решает вопросы так, как он считает нужным. Законодательные инициативы начинают работать тогда, когда проходит объединение, происходит укрепление этого самого государства. Вот, собственно говоря, с приходом Константина, с покаянием Константина, с приходом христианства в Римскую империю, именно эти процессы и начинаются. И здесь перед нами шаги уже официального принятия канона. Начало IV века, и возникает вопрос, какие книги богодухновенны, какие нет. Вот Евсевий Кесарийский пишет письмо, датируется оно, здесь не написано в слайде, датируется оно 323 годом. А заварушка там такая, император просит составить копии священных книг для того, чтобы их в библиотеках иметь. Евсевий, как самый большой специалист по церковной истории на тот момент, обобщает все, что ему известно по поводу священных книг. И вот он пишет список, в котором он включает все 27 книг сегодняшнего Нового Завета. Обратите внимание, 27 книг, но не больше. Но при этом по поводу некоторых книг он использует страшное слово. Антилегомены. Что такое антилегомены? Что такое антилегомены? Да, спорные книги, оспариваемые книги. Следующий такой список принадлежит Перу Афанасия Великого. Это уже 60-е годы, 4-го века. И он называет эти книги каноническими. Он говорит о том, что мы не устанем перечислять все эти книги. Вот Афанасий Великий уже обращается ко всей церкви, объединенной под властью Римской империи. Теперь у Афанасии такая возможность есть. Давайте теперь окончательно определимся, какие книги будут признаваться каноническими, через какие книги работал Бог на протяжении всех вот этих веков. И окончательное подтверждение канона на двух церковных советах или синодах. Обращаю ваше внимание, это не вселенские соборы, это поместные церковные синоды, поместные церковные советы. Но на этих советах нужно было определиться с каноном, нужно было фактически осталось только поставить, скажем так, штамп одобрения, штамп утверждения на то, что в данный момент уже существует. И по Ветхому завету, вы помните, там были определенные сложности, в частности, под влиянием Августина были приняты и апокрифы, так называемые, также. А по Новому завету было принято 27 книг и не более и не менее. Вот таким образом официальное признание канона, христианского канона состоялось. Подводя итог, мы сейчас будем говорить о конкретных книгах, но подводя итог тому, о чем мы говорили с вами до сих пор. Канон был признан народом Божиим задолго до того, как официально появились списки канонических книг. В разных регионах существовали и другие книги, которые читались христианами, которые признавались полезными. Но ни за одной из этих книг не было признана богодухновенности на том уровне, на котором мы ее находим в основных новозаветных книгах, тех книгах, которые действительно вошли в Новый Завет. Вообще говоря, одним из главных следствий богодухновенной природы книг было то, что эти книги переписывались. Переписывались достаточно рано. Так называемые псевдоэпиграфы мы находим обычно в одной-двух рукописях. Двух — это вообще в лучшем случае. Обычно в одной, и то неполной, или в фрагментах, или в упоминаниях со стороны других богословов. В то время как подлинные новозаветные тексты переписывались, воспроизводились, и рукописей этих текстов у нас будет существенно больше. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok